Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию к району, ваш свет влияет на эту планету, читает Лора. Вещи могут казаться хуже, прежде чем они станут лучше, потому что это очистка фундамента, когда вы перестраиваете структуру своей цивилизации. Благословенно человеческое существо, которое смотрит на эти вещи и понимает весь объем происходящего, но все же испытывает радость. Блаженно человеческие существа, которые все еще обладают мудростью и знанием того, что они были созданы для мира на земле, несмотря на все, что происходит вокруг них. Вы вовсе не плывете против течения, когда вы ходите в мир и сталкиваетесь с тем, что вроде бы не зависит от вашего решения. В жизни случается всякое. То вам приходится иметь дело с плохой погодой, то вас просто швыряет с места на место. Кажется, что в такие моменты весь мир настроен против вас. Возникало ли у вас когда-нибудь такое чувство? А знаете ли вы, что все это приглашение вам измениться? Много лет назад я говорил вам о новой нормальности. Теперь это выражение используется даже в средствах массовой информации. Вы можете найти это в некоторых фильмах. А может даже так будет назван конкретный фильм. Новая нормальность. И это, вероятно, будет комедия. Все меняется так быстро, и поэтому эта новая граница является метафорой. И на самом деле это означает, что она общедоступна и ждет своего открытия. Эта новая граница сознания, которая никогда не существовала раньше, приведет к новому виду реагирования, действия или возросшего осознания большей истины. И последний челленинг, который я передал вам, касался того факта, что это не новая религия. Крайон не передает послания сродни евангелистам, не призывает к чему-либо присоединиться и не является тем, кто действительно вносит свой вклад в это. Это не новая группа, которой мы просим вас как-то присоединиться. Здесь нет ничего общего с парадигмой, которая настолько линейна и в контексте которой вы привыкли переходить от одной системы убеждения к другой. Вместо этого это похоже на дверь, которая начинает открываться и в потоках света и красок, которые вы никогда не видели, вырисовывается красота, которую вы никогда не ожидали увидеть. У вас есть возможность взглянуть в реальность или же не делать этого. Многие видели, как эта дверь открылась и тут же захлопнулась. Она закрылась, потому что было страшно. Она захлопнулась, потому что это было не то, чему их учили. За этой дверью расположена метафора. Дорогие мои, метафора для тех, у кого есть возможность посмотреть, что они решили не делать этого. Это не то, что мы осуждаем или называем проблемой. Это свободный выбор. У каждого из вас есть выбор не смотреть. И вы все-таки так же любимы в конце этого сообщения. Здесь не будет приглашения присоединиться. Мы не делаем этого. Отдаем информацию с любовью для тех, кто хочет ее услышать. И для тех, кто этого не делает. Это нормально. Суть заключается в свободном выборе. Ваш свет влияет на планету. Итак, чего же полезного он делает? Для человеческого существа с просветлением, чего полезного в страдании? Мы использовали эту метафору много раз. Она стоит уже на таких камнях. Нелегко строить что-то на камне, потому что она должна быть заикарена и должна светиться своим светом. Когда в самые бурные ночи она будет светиться своим светом, и корабли, у которых нет света, их направят в безопасные места, к причалам, потому что там постоянный и стабильный свет. Эти причалы имеют постоянный свет. Он всегда там. А что, если бы вы могли поговорить со светом и взять интервью у него, у этого маяка? Что бы он сказал вам? Что бы вы думали об этом разговоре? Маяк говорит вам. То, что было в море? Ну что ж, у меня всегда неприятности. Я страдающий маяк. У меня не очень хороший свет. Я даже сам не вижу, есть ли у меня этот свет. Я должен проводить все это время на этих камнях. Неужели это то, что сказал бы вам маяк? Или? Возможно, маяк поговорил бы с вами вот так. Я свечу своим светом всем. Даже не знаю, кто капитаны кораблей, но потому что я здесь, а не в безопасности. Я горжусь тем, что я маяк, потому что маяков много, и они везде. Мы не всегда собираемся вместе, но мы делимся светом. И благодаря нам земля изменится. Я сижу на камнях, потому что здесь сложнее всего. И я горжусь, что я здесь. Ну что ж, понимаете ли вы теперь эту метафору? Крайон. Продолжение следует...